приветствую всех на канале gato plateado и сегодня обзор обзор термоса маленький термос я бы сказал термос для города специально искал такой чтобы был меньше полулитра в идеале хотел вообще найти на 250 миллилитров но не смог найти нашел вот такой на 350 вот но тоже на самом деле вполне удобный вариант ну термос для города знаете такой чтобы можно было кинуть в рюкзак и соответственно воспользоваться им там вплоть до того что где-то остановиться или просто даже на ходу выпить чашку кофе перекусить бутербродом пирожком или что там будет собой и побежать дальше конечно же есть в городе кафе но во первых надо найти подходящее во вторых во вторых не всегда нравится то что там делают вот а так когда все есть собой все очень быстро легко и непринужденно но вот искал я разные варианты на самом деле как и говорил полулитровых вариантов очень много то что меньше вообще надо искать либо по интернету либо как-то уж совсем ездить и смотреть нашел вот такой вариант никогда не видел что за носи делает термосы вот конечно же производство таких термосов в китае но тем не менее сделан он достаточно хорошо вот что пишут сталь 1810 не знаю что это за сталь вакуумная изоляция сохраняет напитки в 12 часов я уже пользовался им один раз но не могу сказать что какие-то у него уникальные способности по сохранению тепла обычный термос также держит также там все остывает с такой же скоростью примерно но все равно это удобно выдавать его и посмотрим дизайн очень очень приятный покрытие вот это черное она сделана видимо такой грязи отталкивающие потому что на ощупь как бы такой нежный бархат такое очень приятное покрытие дизайн дизайн тоже очень хорош единственное что не нравится это вот это вот 035 такая бирка но с другой стороны можно к этому привыкнуть это своего рода тоже такой интересный ход как такой технологии какой-то технологическая маркировка вот ну давайте посмотрим что что здесь и как он устроен удобно конечно я специально искал вариант маленькие продажи имеются термокружки но чем она мне не понравились тем что термокружка там очень на мой взгляд ненадежная изоляция ну самой крышки мне кажется что в сумке в рюкзаке может быть протечка вот это очень критично потому что в сумке возишь с собой планшет там как правило планшет приходится возить может быть ноутбук и если будет протекание термоса то испортится дорогая вещь очень дорого обойдется поэтому искал именно термос кружка тоже сам корпус и стали внутри пластика вот открывается вот таким образом не закрутил ну я в шоке конечно эта часть крышки в прям в руках отвалилась она открутилась я закрутил обратно вроде держится такой вот клапан ну вроде он работает нормально но то что там все этот открутилась и вывалилась вообще конечно неожиданно что это тут Смотрите продолжение в следующей части. Вроде держит нормально, но теперь у меня уже такой уверенности нету, учитывая, что так открутилось всё. Сейчас попробую ещё разобрать и посмотреть, и показать. Вот я раскрутил. Ну, наверное, ничего нет страшного, потому что это всё по резьбе откручивается и закручивается таким вот образом. Нет, всё оказалось нормально. Эта часть тоже откручивается и закручивается обратно, поэтому я всё закрутил, всё вернул в исходное положение, всё работает, функционирует. Что касается стоимости. Стоимость такого термоса 1600 рублей. Ну, на мой взгляд, дороговато, но в таком формате на 350 мл я ничего другого не нашёл. А так как он выглядит и сделан на внешний, по крайней мере, очень качественно, то решил всё-таки взять его. Потому что других вариантов у меня всё равно не было. Вот. Ну, вот на этом заканчиваю обзор. Не знаю. Первые испытания показали и плюсы этого термоса, и минусы. Вот само устройство, механизм крышки, конечно, всё-таки вызывает некоторые сомнения. А в целом, по дизайну, по качеству изготовления, очень хорошее впечатление. На этом заканчиваю обзор. Всем пока. Ну вот, закрутил я её. Всё, держит нормально. Ну, вот такой вот обзор. Стоимость такого термоса немаленькая. 1600 рублей. Ну, из того, что я видел, на самом деле, это лучше и выглядит, и по качеству. Поэтому, не знаю, дорого, но это, наверное... О, разлил.